Автомобильный аккумулятор постоянно требует зарядки и те, кто полагает, что он может отдавать ток бесконечно, ошибаются. Без подзарядки и подпитки батарея очень быстро иссякнет и разрядится полностью, лишив вас возможности завести мотор. Приветствую вас, вы на канале Знать Полезно, сегодня будем разбираться в том, почему аккумулятор постоянно садится, без видимых на то причин. Я расскажу о том, куда уходит энергия, что больше всего садит батарею и почему на самом деле ваш гена, то бишь генератор, не справляется со своей задачей. Друзья, после завершения просмотра прошу поддержать этот ролик лайком, досмотрите пожалуйста до конца и не забудьте подписаться, это важно. Поехали! Довольно распространенная проблема, когда аккумулятор садится, как говорится, ни с того ни с сего, будучи при этом вполне исправным. Однако это только на первый взгляд, на самом деле причин быстрого разряда, или точнее сказать не до заряда, более чем достаточно. Зарядкой автомобильной батареи занимается генератор, это всем известно. Это единственный источник питания, самого источника питания. Он приводится в движение самим двигателем. До того, как автомобиль оброс целым рядом электронных систем, электрогенератор без труда справлялся с поставленной задачей. Но теперь, когда перечень опций просто зашкаливает, потребление электроэнергии стало слишком большим, и поэтому на зарядку АКБ ее просто не хватает. Подогрев руля, подогрев сидений, зеркал, лобового стекла, а также других стекол, фары, магнитола, плюс сабвуфер, добавим к этому всему электроусилитель руля и большое количество других электропотребителей, о которых большинство из вас даже не догадывается. Все это питает один небольшой электрогенератор. Ко всему прочему, современные гаджеты, которые мы без задней мысли ставим на зарядку, тоже потребляют большое количество энергии, которая могла бы пойти на возобновление энергии аккумулятора. Но так как потребление энергии высокое, то генератор в первую очередь обязан обеспечить эти источники, а уже то, что останется, пойдет на зарядку аккумулятора. Но если подсчитать, то энергии остается очень мало. В результате постоянного недозаряда источник питания разряжается полностью, и в самый неподходящий момент вы просто не можете завести мотор. К этому следует добавить то, что постоянный дефицит энергии и глубокие разряды ведут к быстрому износу аккумуляторной батареи и в разы сокращает ее срок службы. Чтобы вы понимали примерно, что и сколько потребляет энергии, вот вам примеры в цифрах. Итак, возьмем среднестатистический седан, генератор которого вырабатывает в среднем 120 Ампер тока. Далее перечислим потребителей и подсчитаем, сколько каждый из них кушает энергии в амперах. Топливный насос, высоковольтные провода и прочая проводка, датчики, электронный блок управления, вентиляторы – все это будет потреблять примерно 20 Ампер на вышеупомянутом авто. Фары – это еще плюс 10 Ампер, а точнее минус, которые могли бы пойти на зарядку АКБ. Причем, если это ксеноновые или бексеноновые фары, то потребление будет еще выше. Современные авто зачастую имеют электроусилитель руля, которому во время простоя на месте при работающем двигателе необходимо примерно 5 Ампер. Если же вы интенсивно работаете рулем, то потребление увеличится в разы и составит целых 30, а то и все 40 Ампер. Зимой данный вопрос еще более усугубляется, так как при минусовых температурах количество электропотребителей увеличивается, а физические свойства аккумулятора существенно ухудшаются. Генератор начинает работать под нагрузкой, поскольку добавляются новые потребители, среди которых подогрев сидений – это порядка 30 Ампер, если включены сразу два сидения, подогрев руля – еще плюс 10 Ампер, подогревы стекол и зеркал – 20 Ампер, а то и больше. Если автомобиль оснащен подогревом лобового стекла, то добавляйте к этому списку еще дополнительные 40 Ампер, которые должен покрыть генератор. А теперь посчитайте общий объем потребления – это примерно 110-120 Ампер минимум и добавьте к этому всему массу других электроприборов, о которых мы даже не догадываемся, которые тоже потребляют какую-то часть электроэнергии. А в начале, как вы помните, я указал, что генератор такого авто вырабатывает в среднем 120 Ампер. Чтобы картина была полной, в этот список можно добавить видеорегистратор, навигатор и несколько смартфонов. В итоге получим полнейший дефицит энергии, высокую нагрузку на генератор и двигатель, а также аккумулятор, который просто не заряжается. Во время простоев авто батарею также порядком садит сигнализация, так что не удивляйтесь, если машина просто стояла и спустя пару дней или недель аккумулятор разведился в ноль. Чтобы избежать подобного сценария, необходимо обо всем этом помнить и в случае ненадобности выключать электроприборы, в которых больше нет необходимости. Например, ближний свет, противотуманки, различные подогревы и т.д. Помните, чтобы дать аккумулятор зарядиться, при таких потреблениях энергии необходимо проехать как минимум 20-30 км, во время которых мотор не будет глушиться. В качестве профилактики рекомендую периодически снимать аккумулятор для полной подзарядки от сети. Не будет лишним время от времени проверять состояние батареи, благо для этого есть немало приспособлений. Как вариант, можно просто заехать к опытному электрику или аккумуляторщику. Друзья, спасибо, что досмотрели до этого места, надеюсь вам было интересно. Напишите в комментариях, доводилось ли вам сталкиваться с данной проблемой и если да, то как вам удалось ее решить. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Спасибо за внимание, до новых встреч на канале Знать Полезно. Пока!